Значит, контроль речи, да, береги свою речь, можно сделать под заголовок. Мы уже говорили, что контроль речи должен быть на уровне сознания, да, а в идеале, когда внутренний твой человек полностью уже подчинен Богу, и тогда не нужно уже специально контролировать, просто будет происходить само собой. Но это процесс. Речь – это источник многих грехов. Злословие, ложь, семерие, да, это последствия речи. И мудрый человек мало говорит, а глупец говорит много, да? Мудрый человек что делает? Мало говорит, а глупец говорит много. Речь важна, и без нее нельзя обойтись. Без речи общество не может существовать, а также невозможно учить Тору. То есть человек должен знать, что лучше сказать, и знать, когда лучше промолчать. Есть, знаете, некоторые монахи, они вообще там, чтобы, не дай Бог, не согрешить, годами молчат. Молчат. Это тоже не путь. Это тоже не путь. Молчит, молчит, а потом, как выйдет из монастыря, так выговорится за все пять лет, что он находился там, правда? Хорошо. Не следует отвечать на брань. Если отвечаешь на брань, это приводит к спорам и ссорам. Если промолчать, ругающийся не достигнет своей цели. То есть, когда мы начинаем отвечать, мы начинаем оправдаться, да? Помните, мы говорили, как понимать слова? Не отвечай глупому по глупости его, да? И не отвечай, что... Но отвечай глупому по глупости его, да? То есть, есть два вида глупости. Есть глупый человек, который не понимает, а есть глупый человек, который провоцирует тебя, да? То есть, глупому человеку, который провоцирует тебя, что? Не отвечать по глупости его. Но если глупый человек спрашивает и не может понять, то надо объяснить просто по глупости его, да? То есть, кажущейся противоречью, в действительности, никакого противоречия нет. И распространение слуга может нанести ущерб, мы уже говорили. Не следует распространять непроверенных слухов. Говорим мало, а делай много. Не следует устраивать много шума по поводу дел, которые еще не сделаны. Может быть, они и не будут сделаны. Человек, который провозглашает, что он что-то сделает и не выполняет свое слово, становится для всех объектом насмешек, да? Вы знаете, в чем беда лжеца? В том, что ему никто не верит, даже когда он говорит правду. Шел там дьявол и искушал Авраама, помните? Он там говорил одно, говорил другое, Авраам говорит, нет, 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 дьявол. А потом он говорит, ну, знаешь, я вот слышал, что вообще-то Бог там совещался с Ангелем и сказал, что он заменит твоего сына на Агнца, да? Авраам сказал, нет, я тебе не верю. Ну, вот, отходит дьявол, говорит, первый раз в жизни сказал правду, и никто мне не верит. Правда? Ну, так вот. То есть, береги свою речь, это очень важный, это очень важный принцип. Храни, да? Храни что? Шмор, да? Помни, и храни. Шмор. То есть, надо быть обязательно на страже. На страже. Человеку предпочтительно грешить, находясь в неведении о греховности своих действий, нежели грешить сознательно. Так же и относятся к лошон-гора, сплетни и рехелут. То есть, если вы до этого семинара могли грешить этими сплетнями, то после того, как вы все услышали и напишите тест, я вас ставлю в такие условия, что теперь это будет действие сознательно. Я говорю, что легче грешить, когда человек грешит несознательно, да? Но если он уже узнал и продолжает грешить, то это намного серьезнее. Прямые пути Всевышнего. Праведники пойдут по ним, а преступники на них споткнутся. Это Гошия. Гошия, да? 14.10. Хорошо. И вы знаете, что есть внутренняя суть лошон-гора. Торус запрещает лошон-гора, и все это знают, да? Но с древности все равно разрушительная сила злого языка не ослабевала, маскируясь под сравнительно безобидной личиной. Ну, например, неисправимая природа человека, да? Чтобы понять, насколько вреден и ядовит злой язык, не требуется большой мудрости. Достаточно проанализировать те аспекты человеческой природы, которые его питают. Так, что питает нашего внутреннего человека, да? Подпитывает этот лошон-гора. Лошон-гора – это вот такой росток, да? Росток имеет корень, да? И мы знаем, что самый главный корень всего – это что? Гордость, да? И есть корешки, которые собирают питательные вещества. И что же питает это большое дерево лошон-гора? Высокомерие, злоба, зависть, критический настрой, негативный взгляд на мир. Ну, вот я, например, прожил уже где-то в 55-56 лет, и потом только понял, что я неправильно смотрю на мир. Я всегда смотрю на мир только с точки зрения. А вот если я вижу человека, ну, понятно, если я знаю человека, это уже легче. А если первый раз я его вижу, у меня такая мысль – какой же он мне может гадость сделать, да? А потом у меня такая была мыслеформа, такая в стихах. Позитивному мышлению научиться должен я. А для этого я должен Тору каждый день читать, да? И что делать? И ее исполнять. Видите, дерево питается всякой злобой, высокомерие, зависть, критический настрой, негативный взгляд на мир. То есть, злой глаз, он питает злой язык. И, наоборот, когда ищешь источник добрых слов, обнаружишь, что он поражается чистыми, благородными мыслями. Готовностью избежать ненужных конфликтов, уважения к образу Всевышнего у других людей, внимания к их лучшим качествам и любви. Недаром в книге Хавот-Лававот сказано, «Уста – это перо, которым пишет сердце». Уста – это перо, которым пишет сердце. То есть, наши уста выражают то, что скрыто в сердце, да? Если уста истекает желчью, то они берут ее откуда? Из сердца, которое эту желчь вырабатывает. Некоторые думают, что печенка вырабатывает желчь, да? Но печенка вырабатывает желчь физическую. А откуда желчь берется духовная? Из сердца человека, да? Поэтому горечь, мар, мар, горечь. Есть горький корень, поэтому говорят. Давид сказал, «Тегелим 34, дробь 13-14». Какой человек жаждет прожить много лет, чтобы увидеть добро? «Тот храни свой язык от зла». Храни свой язык от зла. И потому, видеть добро – это цель. Значит, надо… Зло мы и так увидим, да? Надо стремиться видеть добро. Надо настраивать свой глаз на то, чтобы видеть добро. Обязательно стараться видеть добро во всех людях. Потому что в самом плохом человеке все равно есть Бог. Правда? Образ Божий. Он сделан по образу и подобию Божьему. Хорошо. У того, кто следит за своей речью, уста становятся похожими на сосуд в святом храме. Помните, что сосуды, которые используются в святом храме, нельзя было использовать для какого-либо другого предназначения. Да? Святой – это что означает? Отделенный. Отделенный от чего-либо, да? И для. Видите, слово «кадош» и слово «кад» – сосуд, они одного корня. И мы знаем, есть такое правило, да? Обвинение на небесном суде. Мера за меру. МИДА – М, буква первая. МИДА – КЕНЕГЕД МИДА. Помните, каким судом ты судишь другого, да? Таким судом ты и осудишься. И в Талмуде сказано, тот, кто говорит «Лошон гора», возносит к небу свои грехи. Виленский Гаван говорил, ни одно слово не пропадает, ибо все записывается. За каждым человеком подмечаются все произнесенные слова. Как сказано в Кагалет, 10 дробь 20, «Ибо птица небесная донесет голос, и ангел будет свидетельствовать». Я пользуюсь еврейским переводом, да? Кагалет – это что у нас? Экклезиас, да. Хорошо. И еще говорили мудрецы, «Речи, сказанные на земле, превращаются в улики, из которых строится обвинение в небесном суде». Вы знаете, что в суде обычно выступает два человека. Один называется прокурор, да? И у нас есть прокурор, и есть у нас что? Защитник. Первый кто говорит? Да, первый говорит прокурор. Почему? Это опять милость. То, что защитник может опровергнуть слова прокурора. Да, если будет сначала говорить защитник, прокурору легче будет опровергнуть слово защитника. Даже Штирлис, если вы помните, говорил, что последнее слово всегда больше всего запоминается. Да, он пошел там к Мюллеру, что-то там долго-долго говорил, выяснял там про чемоданчик радистский, да, или кого-то, там Холтову. А потом говорит, а зачем? Говорит, а вот, понимаешь, нет ли у тебя таблеток головной боли. И теперь, если это там Мюллер или Холтов, вспомнит, зачем приходил Штирлиц, он скажет, за таблетками, да? Помните? То есть, последнее слово, оно всегда более веское, да, чем первое. Итак, Сатан, небесный прокурор, всегда готов обвинять, но ему требуется второй свидетель для возбуждения судебного процесса. И Всевышний дал возможность каждому еврею выступить в качестве такого свидетеля. То есть, чтобы человека обвинить, нужно два свидетеля, да? На небесном суде, ну, я еще раз говорю, что это Медраж, да? Естественно, если один свидетель – это Сатан, он же обвинитель, а кто же является вторым обвинителем? Сам ты, потому что твое слово, твои слова, которые ты произносишь, да, от своих слов и осудишься. И поэтому Лошон Гара обладает способностью превращать человека в свидетеля, выступающего на стороне Сатана. Тот, кто говорит Лошон Гара, дает Сатану необходимый материал для возбуждения обвинительного расследования против того, на кого этот Лошон Гара направлен. И более того, в книге Загар сказано, что Сатан использует в своих обвинениях те же самые слова, которые один еврей сказал против другого. То есть, получается, что Лошон Гара не только способствует открытию суда над евреем, но буквально в смысле вкладывает обвиняющие слова в уста Сатана. Видите, чем мы занимаемся, когда говорим плохое? Я еще раз говорю, воспринимаете это как Медраж, но это хороший Медраж. Всевышний дал Сатану еще одну прокурорскую функцию. Как только он получает необходимые материалы для возбуждения дела, ему предоставляется первое слово. С этого момента он может ввести самое широкое и всеобъявляющее разбирательство всех прошлых деяний того, кто вступил с ним в коалицию против другого еврея. Так происходит, потому что Небесный суд действует по принципу лучшей формы правосудия. Мида кеннегет мида, то есть мера за меру. Судебные правила требуют. То, что сказавший Лошон Гара причинил другому еврею, должно вернуться к нему абсолютно в той же степени и причинить тот же убыток, боль и страдания. Если его усилиями было возбуждено судебное дело против другого еврея, значит ему самому надо отвечать перед судом. Ишиа говорит об этом. Правда? Видите, надо прощать друг друга и не доводить дело до Небесного суда. Потому что тот, который не простил малое, что с ним? Был отдан истязателям. Кто такие истязатели? Сатан прежде всего, да? Видите, кто дает действовать этим истязателям? Бог дает действовать этим истязателям. Почему? По справедливости. Если он не оказал милость, если он оказал милость, то и ему будет оказана милость. Правда? Поэтому никогда не требуйте справедливости. Мы часто требуем Бога. Да? Божий упаси, нам когда-нибудь требуют справедливости. По справедливости страшное дело. Надо требовать только милости. И всякий раз, когда кто-либо высказывает небрежное суждение о другом человеке, независимо от чистоты высказывания, раз, два, сто в день, он делает роковой шаг в сторону приговора на собственном суде, готового разобрать его поступки. Язык человека перестает быть его защитником, превращаясь в прокурора. Также благодаря принципу Мида Кенеген Мида, человек высказывающийся благоприятно, а других сам удостоится благоприятного отношения к себе в небесном суде. Всевышний будет судить его по-другому, как отец судит сына, с любовью, милосердием и сочувствием. Помните, вы говорили, есть суд, да? Есть суд, который тебя может отправить в вечность, куда? Ад, мучение. Есть суд Божий. И если ты верующий, ты можешь быть спасён. Но как? Из огня. Я не знаю, что это такое, я говорю, точно, что это не то, что говорят там, как это, в честилище, да? Это точно не то. Но как это происходит, лучше не экспериментировать над собой. Правда? Вот есть 31 заповедь Торы, который относится к запрету злоязыщия. Представьте себе. 31 заповедь, только по одному маленькому вопросу. Мы видим, что мы второй день подряд уже разбираем этот вопрос, да? Вот. Есть у нас ещё и благотворительность, и это тоже важно. Но вот как-то я сейчас вот посчитал, что этот вопрос настолько важен, что надо ему больше посвятить внимание. Правда? Есть заповеди, мы знаем, запрещающие, да? И какие? Предписывающие. Запрещающая заповедь. Не ходи сплетников в своём народе. Баекра, да? Левит 19, 16. Мы говорили, лошон гора, орехи лут. И давали этим определение. Не разноси ложный слухов. Шмот, исход, 23, дробь 1. Ну, кто ещё не знает, может быть, первый курс не имеет такого у нас опыта, что еврейские книги, да, немножко по-другому называются. То есть, смысл тот же самый, но по первым словам, да? Шмот означает имена. Вот имена сынов Израиля, да? Вот. Во и край, и возвал, да, и так далее. Значит, поэтому есть такая двойная, как бы. Значит, Левит 19, 16. Исход 23, 1. Так. Дворим, дворим, 24, дробь 8. Будь осторожен с язвой проказы. Да? Видите? Язва – это что? Мэ-ца-ра. Да? А видите, ма-цы-сэм-ра, да? То же самое, такие же буквы. То есть, язва проказы. Тот, кто произносит злые слова, что он есть? Да, помните, за что? За засловенно проказы доказываются. А здесь не говорится о проказе в таком биологическом смысле, да? Как инфекционная болезнь. Но здесь есть какие-то определенные вещи. То есть, болезнь, которая именно из-за лошон-гора. Во икра тоже левит. Перед слепым не став препятствия. Опять мы это говорили. Это что? Глухову нельзя засловить, да? Если он не слышит кто-то. Он глухой как бы перед слепым. То есть, тот, кто не знает чего-то, да? Не став препятствия. Во икра левит 19, дробь 4, да? То будь осторожен, чтобы не забыть Всевышнего. Дворим 8, дробь 11. Странный заповедь. Почему же она относится к языку? Будь осторожен, чтобы не забыть Всевышнего. Это уже все о том, что мы говорили. Когда человек многословен, пустословен, и когда занимается всяким всебехотворчеством, не в том смысле, да, как здорового, нормального юмора, вот он что, отвлекается от Всевышнего? И он забывает о Всевышнем. Согласны? То есть, в этом, говорит, будь осторожен, чтобы не забыть Всевышнего. Хорошо. Во икра. Левит 22, 32. Не бесчестите мое святое имя. Да? Есть такое понятие. Осквернение святого имени. Осквернение имени Хилуль Гашем. И грех Лошон Гара относится именно к этой категории грехов. Когда мы говорим Лошон Гара, мы можем и осквернять Бога, и Тору, да? Но можем осквернять любого человека. И оскверняя этого человека, мы кого оскверняем? Бога, который в нем, да? Помните? Поэтому сказано. Не бесчестите мое святое имя. Хорошо. Следующая. Во икра. Левит 19, 12. Не храни ненависти к своему брату. Да? И 19, 18. Следующая заповедь. Не мсти и не храни злобу на сыну своего народа. Да? Не храни ненависти к своему брату. И следующая заповедь. Не мсти и не храни злобу на сыну своего народа. Даже не мсти и не храни злобу. Это считается как две заповеди в одном. Первая. Во икра. Да? Левит 19, глава 12 стих. А вторая и третья из этих заповедей. Не мсти и не храни злобу. Это 18 стих. Помните, что мы говорили? Человек бывает злой, да? И мстительный. Значит, если человек злопамятный, это так же плохо, как если мстительный. Шемот, исход 23, дробь 2. Не следуй за большинством на зло. Вот. Помните? Не ходи, да? Не сиди и не стой. Да? Не следуй за большинством на зло. Б. Мидбар, второзаконие, 17, дробь 5. Не уподобляйся Короху и его сообщникам. Что Корох делал? Бунтовал и злословил против Моисея, да? Значит, есть заповедь. Не уподобляйся Короху и его сообщниками. И помните, что случилось с Корохом? Да? А они упали на самое дно самого глубокого ущелья. И мораль этого, что как бы высоко ты ни летал, никогда не отрывайся от заповеди Тора. Правда? Вы думаете, эти тосты не евреи придумывали? И так они упали на самое дно самого глубокого ущелья. Не уподобляйся Короху и его сообщникам. Б. Мидбар. Б. Мидбар – это чисел, да? Чисел. 17 глава, 5 стих. Да. Извиняюсь. Дворим второзаконие. Б. Мидбар. 17 глава, 5 стих. Не уподобляйся Короху и его сообщникам. Здесь заповедь, да. Да, да, да. Я ошибся, извиняюсь. Хорошо. Следующая, это у меня 13-я заповедь. Число такого нет? Б. Мидбар, посмотрите. Должно, может быть, еврейское. Там, может быть, чуть-чуть номера, смотрите, вверх и ниже. Не уподобляйся Короху. Ну, там сказано про Короха? Нет. Нет, 16 глава. Значит, 16 глава. Может быть. Я опять-таки, у меня здесь данные, да, по-еврейским. Чуть-чуть, может, там нумерация отличается, но не настолько сильно. Хорошо. Следующая заповедь. Икра. Да, Б. Икра. Левит, мы уже говорили. 25-е, 17. Не обижайте друг друга. Да? Помните, не обижайте друг друга. Да. 25-е, 17. Что значит не обижать человека? Нельзя напоминать человека о его прошлых поступках. Нельзя смущать человека, упоминая его происхождение или указывать недостойное поведение его или его родственников. Нельзя насмехаться над человеком, указывая его скромные знания или плохие профессиональные качества и так далее. Нельзя задавать человеку конкретный вопрос, заранее зная, что он не сможет ответить. То есть, ставить его в неловкое положение. Да? Сюда не обижайте друг друга. В. Икра. 19-17. Видите, все больше из 19-й главы. Увещевай своего ближнего и не понесешь за него греха. Да? Все, мы это говорили. Мы сейчас только подытожим, что делать. Увещевай своего ближнего. Еще раз помните. Говорили, когда мы можем увещевать своего ближнего. Прежде всего, когда у нас есть любовь. Да? И мы можем так донести до этого ближнего, чтобы он это понял. Да? Если мы заранее знаем, что он будет глух, в нашем лучше промолчать, молиться и при более удобных обстоятельствах повторить. Итак, увещевай ближнего и не понесешь за него греха. Шмот. Шмот. Исход 22-21. Ни вдовы, ни сироты не притесняй. То есть, если человек засловит о вдовах и сиротах, не в зависимости от какого-то условия, это очень серьезно. Помните, богатого не дай Бог обидеть, да? А бедного обидишь во сто крат хуже. Бэмидбар, 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 значит, в пустыне, да, числа 35 дробь 33. Не скверняй страну Израиля. Помните, что случилось с некоторыми людьми, которые оскверняли страну Израиля? Как они оскверняли страну Израиля? Они когда-то говорили, они худо, да, плохо. В этой стране есть то-то, то-то, но есть и еще такое-то и такое-то, да? Если бы это но было наоборот, они сказали, да, это страна, в которой живут великаны. Это страна такое-вот, 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 но, несмотря на это, да, видите, одно переставловка слов, оказывается, меняет смысл, да? Говорят, от переставловки слагаемых смысл не меняется. Но вы сами понимаете, да, я уже говорил пример, да, если два, мы говорим, все мои друзья собаки, и все собаки мои друзья, да? Ну, это мне пришло на ум, когда я хундефюрером работал. Помните, я вам рассказывал? Когда я работал собачьим питомники, выращивал собак, да? А так ходил я, ходил и у него. Пришло в голову. Что все собаки мои друзья. Походил, походил и подумал. А все мои друзья собаки. Да? То есть, видите, перестановка одних и тех же слов совершенно меняет смысл. Хорошо. Итак, заповедь, не скверяя страну Израиля, 17-я заповедь, не зло слово глухого, да? То есть, есть про слепого и есть про глухого. Вайкрая, 19-14. И есть заповеди, предписания. Заповеди, предписания. Помнить, что Всевышний сделал Мирьям в дороге, когда вы выходили из Египта. Два Рим, да? Второе законе, 24-9. Что Мирьям сделала? Да. И что случилось? Проказа. Видите? Что с расистами бывает, которые негров не любят? Она эфиоплянка, да? Куш, куши, кушит. Куш, когда употребляется слово, это говорится слово негр. Имеется в виду в русском Библии переведена эфиоплянка. Кушит. То есть, из куша. Хорошо. Ваэкран, 19-18. Люби своего ближнего, как самого себя, да? И есть в Новом Завете, да? И что, говорит, новую заповедь вам даю. А Иоанн говорит об этой заповеди, опять говорит. Ну, впрочем, эта заповедь какая? Не новая, она всем вам известна, да? Но она более в расширенном понимании, как? Любите других, как я возлюбил вас, да? Ну, дай Бог, чтобы мы еще других научились любить. Но я так терпеть уже научился. Мне приятно. Это согревает мое сердце. Что про некоторых я могу сказать, что если мне Иисус... Летел бы ты, как вертолет. Хорошо. Добрый. Значит, следующая заповедь. По справедливости суди своего ближнего. По справедливости – это дзнака, да? Здесь, если мы сильно по справедливости, любилось все-таки лучше. Но и справедливость нужно. Это Вайкра 19-15. Вайкра 25-35. Если твой брат обеднеет и придет у тебя упадок, поддержи его, и будет жить он с тобой. Так, Вайкра 19-17. Увещевай своего ближнего. Да? Мы уже говорили. Увещевай. Вайкра 19-17. Увещевай. Вещами его снабжай побольше. Так. Вайкра 19-17. Увещевай своего ближнего. Вайкра 25-35. Если брат обеднеет, поддержи его. Вайкра 19-18. Люби. Так? 19-15. По справедливости суди. Хорошо. Дворим 10-20. К нему стань ближе. Видите? Как он должен быть? К брату, да? Стать ближе, да? И к Богу должен стать ближе. И Бог говорит. Мое святилище чтите. Вайкра 19-30. Где же святилище Бога? Это не только говорится о храме, да? Там, где мы изучаем Тору. Там, где двое и трое собраны во имя Божье, да? Там уже святилище Бога. Потому что шахина пребывает среди них. И поэтому любой, кто злословит особенности в синагоге или в бейт-мидраши, он нарушает эту заповедь. Ва икра 19-32. Вставай перед сединой, уважай старца. Да? Седина. Уважай старца. Закан, да? Ставец бородатый. Значит. А, кстати, седой, такой разговаранный вилитий. Знаете, как седой? Сивы. Разговаранный вилитий, седой, сивы. Да, сивы мерен. Украинский сивы тоже седой. Да. Закан, да. Но борода – это символ мудрости. Особенно, если белая борода. Правда? Вот. Хорошо. Имеется в виду, что если человек даже… Представьте, старик. Вот у нас говорят, что старики, видите, они глупые. А по-настоящему старики имеют мудрость. Даже если человек тебе кажется глупым, но перед стариком надо вставать, да? Уважать его. То есть в любом случае. Даже если он тебе кажется дураком. То есть, вставай перед сединой, уважай старца. И говорят, что в израильских автобусах эта заповедь написана. Вставай перед сединой. То есть, надо место уступать, да? Место уступать. В особенности, когда, как я это воскресенье, ехал, автобус идет в сторону крематория. Уступай вместо старцу. Отсюда украинская заповедь. Не лезь поперек батька в пекло. Хорошо. Освети его. Вейкра 21.8. Ну, вы же догадаетесь. Вейкра – это левит. Я не буду повторять всякий раз, да? Вейкра – это левит. Освети его, да? Видите, здесь говорится о святости, об уважении к священникам, к аганим, к потомкам Аарона, к брату Маше. И если мы произносим лошон гора о кагене или о каком-нибудь служащем Богу, да? То мы нарушаем переведенную заповедь. Шмот 20.12. Чти отца и мать. Это относится и о заповеди, да? Почитать отца и мать. Но и о заповеди речи это относится. Шмот, исход, да? 20.12. Там, где здесь все словы. Относится это также к речи? Да? Дворим 10.20. Всевышнего бойся. Всевышнего бойся. Мы уже говорили, что страх Божий, да? Страх Божий нам необходим. Если у нас не будет страха Божьего, мы никогда не сможем удержать свой язык от зла. И еще одна предписывающая заповедь. Повторяй эти слова своим сыновьям и произнеси их, сидя в своем доме и идя дорогой, ложась и вставая. Дворим 6.7. То есть здесь говорится о шма, но и вообще говорится о любой позитивной заповеди, да? Мы должны постоянно учить своих детей. Видите, очень плохо, когда родители... Что, уже 5 минут, да? Очень плохо, когда родители 6 дней в неделю отдают своих детей в школу, а еще 7 дней в неделю отдают куда-нибудь в воскресную или в субботнюю школу, да? Вот, типа такое. Вот пусть все воспитывают, воспитывают, воспитывают. Понимаете, ни одна школа, никакие профессионалы не воспитают детей так, как воспитывают отец и мать их. Хорошо. А ну, посмотрите там дальше. Значит... А там как в самом говори? Проверяйте, я может ошибся. И стань к нему ближе. То есть к Богу и к ближнему. Ну, вы посмотрите. Может быть, я где-то ошибся. Можете еще посмотреть. Я мог ошибиться. Вот. Хорошо. По крайней мере, такие заповеди и есть. Значит, вы говорили, что есть 31 заповедь, да? 31 заповедь. Телефон и лошон-гора. Вот можно стать бааль лошон-гора, не выходя из своего дома и не расходуя лишней энергии. Да? Если ваш телефонный собеседник настаивает, чтобы рассказали что-нибудь дурное о ком-то, нам следует упрекнуть его. Если он не реагирует на наши упреки и продолжает просить с большей настойчивостью, надо срочно найти повод и повесить трубку. Даже вплоть до того, что обмануть, сказать, извините, ко мне пришли, или что-то кипит на плите. В таком случае даже возможен обман, да? Бывает вынужденный лошон-гора, когда нас буквально выворачивают руки нам. Вот ты можешь мне смело все рассказать, мы с тобой приятели, я обещаю, что ни одной живой душе я ничего не скажу. Если не скажешь, так ты еще пожалеешь. Я с места не сдвинусь, пока не услышу от тебя всю правду, да? Нужно ли поддаваться на провокации? Ни в коем случае на провокации нельзя поддаваться. Поэтому надо отказать этому человеку. Если мы видим, что этот отказ, как грубый отказ, будет способствовать просто ссоре, да? Мы можем отказать его по вежливым предлогам. Но лучше все-таки сказать, что извините, это за слово я просто не могу. Это и вам не советую, да, вам говорить, а мне слушать. Хорошо. Бывает Лошонгара в письменном виде, когда мы что-то пишем там своим подругам, записки и так далее. Вот пример. Дорогая Сара, с тех пор, как ты уехала, наша подруга Лея стала еще невыносимой, чем раньше. Ханна и Рахель продолжают не успевать по многим предметам. Впрочем, их трудно винить, так как учителя плохо готовят к урокам. Не забудь написать о всех новостях, которые происходят вокруг тебя. Твоя рюка. Вот такое письмо. Мы уже говорили, что язык намеков невербальный. Речь тоже является лошом гора. Ну, например, господин Рабинович, он такой тактичный человек, с сократическим тоном. Я уверен в этом. Исаак, он тоже очень честен. Пока шли. Сара, она образована и умна. Подумывая. То есть, человек ничего, вроде бы, не сказал плохого, да, в действительности. И часто, когда уезжают какие слова уезжающие человека, произносят, я не хочу ничего сказать, я не говорю ничего дурного и так далее. Ну, как вот в христианском анекдоте, да, при пошлом пасторе наша церковь стояла на краю пропусти. С новым пастором мы сделали большой шаг вперед. Я люблю еврейские и христианские анекдоты, потому что я же говорю, как иллюстрация. Я говорю, что все анекдоты неправильные. Да, пустое и унижающее человека смехотворчество неправильно. А то, что мы можем извлечь, да, и для нас это, оно повезло. Ну, в особенности, если Лошонгара идет перед какой-то группой людей, или человек будет унижен. Но есть высказания, допустимые, в присутствии трех человек. Существуют некоторые виды высказаний, которые допустимы кругу трех человек. Считается, что в этом случае двухсмысленные заявления истолковаются как вполне безвредные. Откуда взялось это правило? Когда три человека слышат некоторую информацию о ком-либо, то информация, то вероятность того, что эта информация получит дальнейшее распространение, очень велика. И осознавая, что говорящий, скорее всего, будет соблюдать осторожность и построить свое утверждение так, что оно не выглядит унижающим. То есть, если уже есть двое свидетелей, которые могут подтвердить, что ты злословил, то человек что будет? Меньше злословить, да? Вот. Хорошо. Поскольку в ситуации часто не меньше трех человек, то мы понимаем, что кто-то, о ком мы говорим, рано или поздно узнает о его словах. Помните, как Мюллер говорил, что что знают двое, то знают и свинья, подразумевая Бормана. То есть, да, если вы видите, наедине с кем-то, да, он больше скорее будет унижать, чем если у вас будут кто-то еще свидетелей. Вот. Типа такого. Ага, ты так говоришь, ну подожди, я свою дочку позову. Вот. Вот. Она тоже послушает, как ты открываешься о таком-то человеке. Да? И тогда у этого будет меньше желания говорить плохое. Хорошо. Как не слушать Лошон-Гара? Ну, естественно, чтобы не слушать Лошон-Гара, лучше, чего его не слушать. Правда? Итак, Тора запрещает слушать Лошон-Гара, даже если слушаете, не доверяет тому, о чем его рассказывают. Даже если я не верю этому, да, но я выслушал, где-то в подсознании моем будет такая мысль. А вдруг, знаете, дыма без огня, да, оно не бывает. Поэтому, даже в том случае, если ты не веришь, то нельзя говорить. И нельзя говорить, просто интересно послушать, о чем болтает. Но я и сплетним верить не намерен. Да? Потому что нет такого запрета не верить злым словом. Но что есть запрет? Не слушай, да? Не слушай. Хорошо. Значит, часто бывает принятие факта, но не принятие его негативного смысла. То есть, мы можем понимать факты, да? Если действительно эти факты, они отрицательно скажутся на других людях, да? Но не должны придавать этому негативный оттенок. То есть, вы понимаете, есть какие-то вещи, которые происходят, и есть наша интерпретация событий. Да? Вот. И если у вас пастор просто с вами не поздоровался, может, о чем-то другом думает, может, у него просто болит живот. И не надо говорить, что он со мной не здоровается, и тот со мной не здоровается, тот что-то делает еще, да? А меня никто не любит, меня никто не замечает. И так далее. Но если какие-то были определенные действия, которые могут повредить другому человеку, то нужно об этом сказать. Естественно. Ну, часто человек совершает такие неосознанные действия. Допустим, ситуация была такой, что совершенное действие можно было бы считать разрешенным. Или поступок был совершен нечаянно. Человек не осознавал, что нарушает запрет. Или в его высказании цитировалось исчезлое сообщение, вырвано из контекста. Поэтому оно приобрело совершенно другой смысл. Помните Павла тоже? Потому что он такие умные слова говорил, вроде меня, как я говорю вам, что вы не все понимаете, а потом вы будете что-то говорить. А наш учитель говорил то-то и то-то и то-то. Вы понимаете, никогда нельзя вырвать из контекста. Хорошо. Доброе. Ну, что ж. Ладно. Давайте-ка мы на злословие на этом закончим. На этом закончим. Хотя у нас есть еще о чем говорить. И завтра мы будем говорить о последней заповеди, которая говорится как «не завидуй». Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»